О дальнейших планах саратовского боксера мы узнаем, что он взывается из первых уст. У нас в гостях чемпион мира по версии АИБА про боксинг Артем Чеботарев. Привет, Артем. Рады приветствовать снова тебя в нашей студии, уже в качестве чемпиона. Здравствуйте, Александр. Поделись ощущениями от своего триумфа. Ну, вчера был такой день, не знаю, как бы значимый не то, что для меня, а вообще для Саратова. И хорошо, что закончилось хорошо. Столько эмоций я получил, не знаю, от зала, зарядился и сделал все, что думал, все, что планировал, все, что хотели, о чем мечтали. Я думаю, я доставил эти же эмоции положительные всему залу, всему Саратову, всей России, наверное, в этот день. Давай поговорим о бои. Все ли шло под твоим контролем? Практически половину боя я видел, ты работал вторым номером. Левая рука успешно фехтовала, точно, но правая всегда была у челюсти, как пес Цербер строжил ее. Это была тактика или осторожничал? Нет, тактика у нас была такая, я как бы выполнял установки тренера. То есть в этот раз мы учли ошибки первого боя, боя в Москве, когда у нас была откровенная драка. То есть боксом трудно было назвать. В этот раз мы именно боксировали, то есть мне как бы тренера сделали установки, то есть не драться, не лезть вперед, ждать соперника, работать от него. То есть и все то, что, как ты сказал, что было типа... Он бросался на тебя. Да, типа я осторожничал, нет, это было как раз установка тренера, чтобы вызывать его атаку, чтобы после его атаки, то есть работать вторым номером в контратаках, на перехватах. Да, потому что иногда не хватало твоей правой, левая четко идет, правой нету. Я на самом деле ее как бы приберегал. То есть для седьмого раунда. Тут у боксеров есть такое понятие, как прочувствовать соперника. То есть я с первого раунда вышел и почувствовал его, что как бы я могу контролировать бой, я контролирую бой. То есть ему надо делать, принимать какие-то, предпринимать какие-то попытки, чтобы меня, например, одолеть и выиграть. А мне надо было вот именно сдержать его. То есть он тратил свою энергию, я, получается, как бы ее сохранял. И, в принципе, как бы у меня хорошо получались, то есть контратаки. В принципе, он этими своими размашенными дарами в основном промахивался, бил по воздуху, то есть мало попадал в меня. И за счет этого я хорошо контратаковал. Так что поэтому даже первые раунды там судьи отдавали все в мне, как бы и вот только четвертый и шестой раунд. Артем, твой выход. Это вообще отдельная история. Он мне напомнил выход Роя Джонс, который славится у нас всегда перформансами во время. И один бой после проигрыша он был сосредоточен так же, как и ты. Тебя встречала пятитысячная толпа, а ты был хладнокровен и шел. Как тебе это удалось? На самом деле, конечно, большая ответственность, очень тяжело было подготовиться именно, потому что, ну, я знал, что мы именно провели такую работу. Столько шума подняли в Саратове ради всего этого зрелища, не знаю, всего всех этих соревнований. И в последний момент, то есть, оступиться, то есть, не могли себе этого позволить. Поэтому, то есть, я настраивался очень сильно на бой. Пока, пока, ну, еще как бы дома был, там, последние буквально часы еще был небольшой мандраж. Но уже, там, приехав на соревнования, то есть, зайдя в свою раздевалку, я переоделся, начал разминаться и как бы все ушло. У меня была одна мысль только о бои, ничего не видел, не слышал вокруг. То есть, так же и выходил на ринг, видел только ринг, видел только соперника Митрофанова. А все остальное вокруг, как бы, отошло на второй план. Поэтому, наверное, как бы, ну, настрой, настрой, все, все было к одной цели. Это был настоящий бой гладиатора, бой гладиаторский, когда каждый твой жест сопровождался криком толпы. Не мешало ли тебе это? Ну, я как бы настраивался на это. Я знал, что именно так все и будет, потому что бой в Саратове, столько, не знаю, разговоров об этом бое. И я знал, что каждый человек, то есть, в ринге, ну, люди у нас всегда требуют зрелища, хотят крови. Я знал, что будут там чуть какое-то попадание в сторону, будут заводить, чтобы там драться, чтобы забил. Мне иногда казалось, что ты хотел, чтобы все замолчали просто. Нет, 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 наоборот. На самом деле, когда, например, тяжелые моменты бывают, бывает, ну, устает соперник, ну, там, сам устаешь. И чувствуешь уже силы на исходе. И когда зал начинает кричать, там, Саратов, Саратов, Россия, там, ну, не знаю, там, чего кричат. И это придает вот именно сил. Даже не понимаешь, откуда они берутся. Как будто там пятое, шестое, седьмое дыхание открывается там в... Ну, очень сильно помогает, на самом деле. Артем, расскажи, что с Олимпиадой? С Олимпиадой. Ну, в принципе, как бы по Олимпиаде то, что путевка была уже у меня после предыдущего боя. То есть, когда я выиграл румынского боксера Богдана Жратони. Уже, то есть, отдали путевку. Но у нас есть небольшие вопросы по федерации бокса российской именно у нас. То есть, второй боксер, то есть, финалист чемпионата России, Петр Хомуков, тоже отобрался на Олимпиаду, заработал путевку. И федерация бокса теперь будет выбирать. Но федерация бокса говорила, что победитель чемпионата России, то есть, имеет преимущество. То есть, я выиграл чемпионат России, значит, у меня есть преимущество в отборе на Олимпийские игры. А там дальше уже посмотрим. Ты чемпион мира. Что дальше? Ну, пока что планов каких-то нет таких. Сейчас, наверное, единственный план, единственный, это отдохнуть. Мы с апреля месяца, то есть, как начали тренироваться. Я не отдыхал вообще еще, даже постоянно раз, раз, бои, 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 бои. И подготовку всегда. То есть, сейчас хочется отдохнуть. Лето я пропустил, прошло меня. Сейчас уже осень, так что я буду, наверное, наверстывать лето в какой-нибудь другой стороне. Ну что ж, спасибо, что ты пришел к нам. Позволь пожать твою руку. От лица всей телекомпании еще раз поздравляем тебя. Спасибо. С твоим титулом. Спасибо. Отдыхай, а мы будем ждать твоих новых побед. До свидания. Дай бог, да. Спасибо большое. До свидания. Я напоминаю, у нас в гостях был чемпион мира Артем Чеботарев. Спасибо.